2 января 2023 в Новый год я выпустил видео, где обсуждал даунтренд недельного RSI, в случае пробития которого образуется бычий макросигнал. И та трендовая линия сопротивления RSI находится прямо здесь. И очень часто, когда мы пробиваем с вами эту линию сопротивления RSI, образуется примерно полугодовое движение, направленное вверх. Это долгосрочный сигнал. Это значит, что если мы получим подтверждение этого сигнала, то эта макрофаза, продолжающая все движение вверх, может длиться до Нового года или даже дальше. Как дела, друзья? С возвращением на канал сегодня вторник, 17 сентября, а биткоин по-прежнему уверенно находится в зоне этой консолидации. У нас все еще нисходящие верха от предыдущего августовского крупного нисходящего верха. Так что пока мы еще и чаще с вами не выбрались. И на четырехчасовом графике для биткоина мы видим, что он тестирует 1,272 от этой вершины вниз, что является той же целью с предыдущей зоны после отскока. Вот это вершина дониза, где мы протестировали 1,272 Фибоначчи перед откатом. Биткоин сделал то же самое и здесь. И есть вероятность, что мы продолжим консолидироваться, если биткоин, конечно, не сможет преодолеть вот эту вершину и преодолеть 1,272, что может стать сигналом конкретного изменения данного тренда. Если взять трендовую линию, пометив эту зону сопротивления, объединяя как можно больше точек, то от вершины 29 июля до нисходящего верха августа мы с вами начинаем атаковать этот даунтренд. Так что этот среднесрочный даунтренд — это текущая задача. Если биткоин сможет преодолеть этот тренд сопротивления, то я буду ожидать следующую зону продолжения на недельном графике. Если в этом диапазоне у нас пойдут восходящие верха, то я уверен, что биткоин начнет стремиться вверх в направлении нового исторического максимума. Но возвращаясь к истории, мы видим, что данный сигнал имеет высокую степень правильных сигналов. И даже в 2017, когда мы пробили даунтренд RSI, и в масштабном забеге 2019, после пробития даунтренд RSI во время ковида, прямо после халвинга, массивный забег вверх. Так что вы видите у сигнала высокую степень угадывания. Он почти никогда не ошибается, если вы идентифицируете верно. Но должен сказать, что эта неделя еще не закончилась. Так что нам нужно убедить сначала закрытие этой недели RSI над 50, что даст нам ясное закрытие недели над даунтрендом RSI. После чего я буду ждать полное восстановление и новую зону роста этого рынка. Но я знаю, что многие люди считают эти слова такие, как новый исторический максимум, фаза расширения, безумно звучащими. Но они звучат безумно только потому, что мы идем в боковики и вниз. С марта. Но все, что нужно в цене биткоина, это сделать движение на плюс 23%. 23% и вот вам исторический максимум. В настоящий момент мы спустились всего лишь примерно на 18-19% вниз от исторического максимума. То есть действительно недалеко. Я хочу, чтобы люди поняли, что мы очень близки к историческому максимуму. И часто случается так, что как только мы преодолеваем этот недельный RSI, у нас образуется примерно полгода направленного вверх движения. Это долгосрочный сигнал. И это значит, что если мы получим подтверждение этого сигнала, то следующая макрофаза продолжающегося роста может привести нас прямиком к Новому году или даже за него. Так что я думаю, что четвертый квартал 2024-го станет кварталом быков. Это будет квартал разлетающихся физиономий и многих удивляющий. Когда долгое время в рынке ничего не происходит и творится скукота, люди начинают терять дух и начинают считать, что ничего возможного нет. Рынок отстой, но вы должны понимать, что вещи меняются. И вы должны уважать технический анализ. А этот сигнал ошибается редко за всю свою ребят-историю. Но говоря об альткоинах, Total 3 — это капитализация рынка альткоинов. Мы с вами видим замечательную для альткоинов консолидацию. Год непотрясный, хотя начало было хорошим. Но затем мы слили все наши прибыли с начала года. Теперь мы консолидируемся в боковике вблизи окончания вот этой формации. Мы прошли более 70% завершения этого паттерна, что значит, что мы подходим к завершению этого паттерна, этой зоны консолидации рынка альткоинов. В последнее время альта очень утомительно. Но я думаю, что вскоре это изменится к лучшему. Теперь, глядя на капитализацию рынка альткоинов на недельном графике, мы видим, что сетап, в котором мы находимся, довольно похож на предыдущий цикл. Вершина цикла, нисходящий вверх, пролив в зону накопления, пробитие сопротивления, консолидация и тузимун. Вершина рынка, нисходящий вверх, пролив в зону накопления, пробой сопротивления, консолидация. Эй, луна! Я так считаю. И также мы идем по графику. Мы не отстаем от него. 157 недель от исторического максимума до пробития нисходящего вверха для капитализации рынка альткоинов. И прямо сейчас, перед нас еще много недель, до момента нахождения 157 недель, что означает ноябрь. Если тот цикл, в котором мы будем похож, по таймингу, у нас есть время до ноября, чтобы увидеть начало трендового движения альткоинов вверх для вот этого пробития. И, ребята, вещи меняются быстро. В последнем цикле, когда мы пробили консолидацию, было примерно около 10 недель, когда мы пробили эту зону нисходящего вверха и полетели к луне. И с текущего момента 10 недель, это примерно ноябрь. Так что этот 10-недельный забег может оказаться реально большим забегом. В таких рынках вещи меняются очень быстро. Это крипто, и оно обычно застает тебя врасплох. Так что, если вы накапливали, так сказать, держась плана, я думаю, вы будете вознаграждены уже скоро и не только в битке, но и в альткоинах. И если мы с вами посмотрим на месячный график биткоина, то, на мой взгляд, все идеально в графике. Мы в восходящем макротренде, восходящей низы, восходящей верха, прямо вблизи зоны исторического максимума. И на его перебитие много времени сейчас не уйдет. И особенно, если мы с вами посмотрим на линейный график месячного таймфрейма, биткоин формирует поддержку на предыдущем сопротивлении 2021-го. Для биткоина все выглядит хорошо. В долгосроке. Мы почти на месте. Это пробитие недельного РСА является крупнейшим сигналом, который нас может привести к зоне роста. И из-за того, что наша консолидация была столь большой, я думаю, это очень здраво. Это позитивно. Это очень и очень много времени для крупных игроков, чтобы накопить биткоин под историческим максимумом. Монеты перетекают из рук в руки, и теперь остался лишь рост. И я думаю, что биткоин ожидает 100 тысяч. Хотя знаю, что звучит это безумно. В предыдущем цикле, с вершины донизу, используя Фибоначчи, биткоин достиг 1,618. И от вершины до низа этого потенциального пробития исторического максимума, 1,618, соответствует 173 тысячам. Но из-за уменьшающихся прибылей и роста капитализации, мы до этого можем не добраться. Можем до этой цели не добраться, но 1,272 находится на 103 тысячах. 1,272 это возможная цель. Я не утверждаю, что это будет вершиной, но это первая крупная цель по Фибоначчи сверху. Так что я считаю, что следующая фаза крупного роста на пробитии недельного RSI может привести нас в направлении 1,272. Немногим выше 100 тысяч. Но поживем и увидим. И кстати, ребят, напишите ваше мнение насчет того, что вы думаете о пробитии этого недельного даунтренда RSI, отыграет ли он и приведет ли нас к зоне роста. И конечно же, не забудьте поставить под видео лайк, подписаться на канал и заценить канал Бла Бла Крипта, который и делает для вас эти переводы. Спасибо и до встречи в следующем видео.